Митинг памяти, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел в поселке Искатели. Он состоялся у памятника оружия Победы. Изготовили танк Т-34 в конце войны. В боях он не успел поучаствовать, но стал символом Победы. Почему его установили в округе и какой вклад внесли жители региона в строительство танковой колонны, узнала наша съемочная группа. Бальц русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Помнят и жители округа о подвиге земляков. Сегодня более 70 человек – жители поселка, воспитанников детского сада, школьников, военнослужащих, представителей власти – собрались у единственного в Искателях военного памятника – танка Т-34. Танк не воевал, он выпуска практически почти 44-го года. Он прибыл из Латвии через Польшу. Как вы знаете, в том году на 77-е Победы мы его восстановили. Ранее мы, как жители поселка, проводили в городе. А сейчас это будет традиционно, проводиться будет здесь. По словам Григория Коваленко, ежегодный митинг – это дань не только бойцам советской армии, но и труженикам тыла. В Нинецком округе в период Великой Отечественной войны помощь фронту шла различными путями. Фонд обороны складывался из добровольных поступлений, денежных средств, денежно-вещевых лотерей, отчислений части зарплаты премий, трудодней, средств, заработанных на воскресниках, а также из поступлений теплых вещей для армии. Особое значение придавалось и сбору средств на строительство военной техники. За период с сентября 1941 по январь 1943 года жители Нинецкого округа на строительство танковой колонны собрали 1 миллион 72 тысячи рублей. Средства собирали всем миром – и взрослые, и дети. 2 апреля 1944 года вышел очередной выпуск газеты «Нарьяна Виндер», в котором была статья «От учащихся школы». Учащиеся лесозаводской неполной средней школы приняли активное участие в сборе средств на строительство колонны танков. Учащиеся 4-го Б-класса сестры Чепсановы внесли 78 рублей, ученица Тамара Вдовина – 40, Галя Едовина – 30 рублей. Среди тех, кто трудился для фронта, была и мама Нины Ваньбас. Когда ее отца забрали на фронт, Нине Митрофановне было 3 месяца. Так осталась мать с 4-ми детьми. А он вернулся с войны? Нет, он не вернулся. Он в 43-м погиб. Мы жили в Харяге, в одиночный дом. Пришлось матери в Харейвор поехать. И без дома, без всего, она с 4-ми детьми приехала в Харейвор. Нас мать защищала, кормила как могла. Дружно жили. Трудилась, растила нас и все. Плакала, а что делать? Похоронку получила, плакала. Уже второй год Нина Митрофановна участвует в митинге и гордится, что на ее маленькой родине установлен памятник легендарному танку Т-34. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова